Всем доброго времени суток, мои дорогие телерадио и видеослушатели. Снова с вами я, Игорь Шеститко, и я рад видеть вас на канале. Кто пришел в первый раз, рекомендую подписаться. Много интересных видео про мобильные телефоны, особенно под управлением Windows. Windows 10 теперь уже, про различные планшеты, гаджеты, а также про мои путешествия по Европе и миру, поэтому смотрите. Ну а у нас сегодня то, что называется Nokia Lumia 730 Dual SIM. Да-да-да, именно Nokia еще не Microsoft. Как быстро, как говорится, летит время. Ее, можно сказать, анонсировали в сентябре 2014. Вот в начале декабря 2014 данная модель попала мне в руки и уже прошел год использования. Поэтому это видео будет посвящено именно тому, что пережила эта Nokia 730, Lumia 730 за год. А я также напомню, что у меня вот здесь вот вверху, в всплывающих описаниях, там внизу в описании к видео есть линки на то, что еще я снял про Lumia 730 и другие телефоны, другие планшеты, тесты, сравнения и тому подобное. Ну а мы продолжим, посмотрим, что же с ней таки случилось. Итак, первый и самый главный тест, или момент, который я всегда рассказываю про эксплуатацию, во время эксплуатации, это то, что произошло с экраном. Напомню, что у Lumia 730 экран Gorilla Glass 3, и вы можете увидеть сейчас те царапины, которые были нанесены на Lumia 730 в ходе эксплуатации. Причем, вот вы видите, да, даже такие достаточно большие. Причем они на самом деле при включенном телефоне не мешают работе телефона. Моя старая добрая 800-я Lumia пережила практически тоже. У нее примерно такие же повреждения. Где я сейчас положу, вот, как вы видите, 800-я Lumia, старая добрая. Вот вы видите, сколько на ней царапин. И различных вертикальных и горизонтальных практически все стекло. Это никаким образом не мешает, да, Gorilla Glass стала лучше за эти годы, да. Пофиксили, скажем так, систему, и теперь она более стойкая, но мелкая сеточка царапин все равно покрывает экран. Ну и есть такие достаточно глубокие царапины, например, самым главным врагом, как показывает опыт телефона, является железные дороги. Нет, я не кладу его на рельсы под поезд. Это потому, что на железных дорогах, во многих вагонах, особенно сидячих, покрытие в виде такой вот шкурки, да, которая не дает вам подскальзываться при хождении, и упавший на нее телефон гарантированно, особенно, знаете, принцип телефона. Телефон всегда падает экраном вниз или углом, да. Углом он разбивается, по телефону вниз царапается. Ну, в общем, вы оценили царапины. Для тех, кто будет мне предлагать, наклейте на него пленку. Я сразу скажу, что я брал этот телефон в том числе из-за дизайна, в том числе из-за качества экрана и тому подобное. И это наклеивание здесь пленки как бы испортит соответствующую атмосферу раритетной люмии 800. Напомню, что именно из-за такой близости, скажем так, дизайнов 730-я мной и была выбрана. Ну, а в остальном 730-я тоже отвечает рамкам времени, а именно тому, что сейчас, даже через год, у нее абсолютно адекватное железо. Здесь 1 гигабайт памяти, здесь 8 гигабайт хранилища, которое может быть расширено при помощи microSD до 128 гигабайт. Здесь процессор Snapdragon 400, что, опять же, очень и очень хорошо. Его производительность, опять же, напоминаю, вот здесь вот в всплывающих аннотациях линк есть. В описании, зайдите к видео, тоже линк есть. И 400 Snapdragon 4 ядра 1.2 ГГц позволяет вам играть со всеми играми, там, выполнять все задачи абсолютно беспроблемно. Что же касается моего личного опыта эксплуатации, я-то в основном-то не игрун. Я, в принципе, больше по работе. Этот мой телефон, в данном случае у меня их два. Второй это Lumia 1520. Поскольку у Lumia 1520 большой экран, я его использую для чтения книг, для чтения сайтов, для работы с видео, для работы с офисами и тому подобное. Этот телефон, это у меня больше звонилка. То есть, принять звонки, DualSIM это супер, написать SMS, пообщаться в Skype, почитать почту, быстренько посмотреть документы, быстренько посмотреть какой-то веб-сайт, когда второй большой телефон где-то не там, посмотреть заметки и так далее и тому подобное. Это все как раз этот телефон. Тем более, что сейчас в Windows 10 Mobile объединили Skype и SMS. Вот он тут предлагает залогиниться. А Skype и SMS. И, соответственно, теперь сообщения на Skype приходят, как сообщения на SMS-системе. Поэтому никаких проблем здесь, как вы понимаете, нет. В общем и целом, телефон отлично себя показал. Время работы у него при относительных таких вот... почитать почту, отправить сообщения. Всегда в онлайне, всегда с Wi-Fi. Составляет около двух суток. Давайте посмотрим, где наши... сеттингсы. Бетри. Вот вы видите, телефон снят с зарядки. У него 88%. И эти 88% обеспечат ему работу еще один день и 9 часов. При том, что, как я уже говорил, настройка яркости у него автоматическая. Постоянно включен Wi-Fi. И постоянно там телефон каждый 10, 20, 30 минут доберется. Там, ага, пришла свежая почта, ага, пришло то, ага, пришло все. Что еще хорошее в этом телефоне? На самом деле, я брал его еще из-за того, что у него отличная передняя камера, фронтальная камера с широким углом для селфи. Так я собирался делать селфи, но, наверное, это не мое. И селфи как-то не прижились. Поэтому, когда я путешествую, я больше снимаю те или иные путевые заметки. И, опять же, напоминаю, что здесь в всплывающем описании есть линк. Внизу загляните в описании. Тоже есть линки на путевые заметки. Посмотрите. С точки зрения основной камеры, основная камера с LED-вспышкой. И самое главное здесь, в этой камере, это надпись CASE. И хотя она 6,7 Мп, она очень и очень хорошо снимает. Отлично работает оптика и отличная съемка, в том числе, ночью. Недавно проводил тестирование всех камер среднего бюджетного класса. Начиная от 550-го Lumia новой и Lumia 640, и Lumia 640 XL, которая 13 Мп, и тоже Carl Zeiss. И Lumia 730, здесь, напомню, 6,7 Мп и Carl Zeiss. Так вот, данная камера, опять же, показала свое превосходство над другими телефонами. Плюс она лучше снимает, намного лучше снимает в темноте. Ну и вы можете сделать выводы, соответственно, о приобретении. В общем-то, я доволен. То есть, если говорить о навороченном, ну, не навороченном, среднем телефоне, которое как звонилка, которое обеспечивает вас всеми необходимыми потребностями, в том числе и почитать. Ну, экран 4,7 дюйма, но, не знаю, мне на нем комфортно читать, если не работает мой большой 7-дюймовый, наверное, 6-дюймовый 15-20. То есть, если на почитать, посмотреть веб и так далее, это тоже все можно... Вот вы видите, как стартует... Сейчас мы посмотрим, что-нибудь стартовать. Вот, как стартует Black Friday на Xbox. Посмотреть в интернете, полазить и так далее, без каких-либо проблем. То есть, телефон 4,7 дюйма, экран разрешения 720 на 1280, что тоже вполне-вполне нормально, при хороших PPI, 315 PPI, если я не ошибаюсь. И, опять же, очень четкий, яркий экран, который обеспечивает вам приятное видео восприятие, особенно из-за того, что AMOLED-овский дисплей и ClearBlack технология. Так что, выбор, наверное, ясен. Но, если вы соберетесь выбирать этот телефон, могу сразу вам сказать, поторопитесь, потому что этот телефон, по имеющимся у меня слухам, продается в Украине только до Нового года. После Нового года его завоз будет остановлен и больше привозиться в Украину не будет. Так что, вы сможете закупить только остатки тех партий, которые есть. И до Нового года Lumia 730 будет продаваться по цене Lumia 640. А если сравнивать с 640 и 730, все-таки в 730 больше преимуществ, если не считать 640 большого экрана. Вот такие вот дела. Так что, поторопитесь. И, конечно же, вопрос о Windows 10. Обратите внимание, Windows 10 Mobile у меня уже установлено на этом телефоне с февраля. Как только стали доступны сборки, я сразу установил и, соответственно, использую. То есть, телефон нормально апгрейдится на 10-ку, даже на бета-версию 10-ки. 10-ка работает на нем стабильно, особенно последние уже сборки, без каких-либо нареканий. Обзоры самой 10-ки, опять же, напоминаю, вот здесь всплывающие аннотации, есть линки, вот там вот внизу в описании есть линки. Посмотрите, как это все работает на телефоне и что предоставляется. Устанавливается, обновляется, получите десятку. Так что, торопитесь купить, кто ищет, чтобы выбрать себе в подарки на Новый год. И, опять же, у меня есть подробное сравнение всех телефонов класса 550-й, 640-й, 640-й Excel, 730-й, 535-й. Что купить, по какой цене, тоже смотрите на канале. Ну, а в заключении хочу просто сказать, что телефонами покупкой я абсолютно доволен. После Lumia 800-й это, наверное, мой любимый повседневный, скажем так, телефон. То есть, тот телефон, которым я пользуюсь и который не страшно утопить, уронить, разбить и так далее. То есть, такой вот рабочий, настоящий друг с хорошей производительностью, с хорошими характеристиками, с хорошей камерой. и тому подобное. и еще раз, вот, взгляд вблизи, кстати, он еще и очень легкий. Среди всех остальных телефонов он действительно отличается весом всего 130 грамм. Может быть, потому что здесь легкий аккумулятор или чего-то еще. Ну, и будем прощаться. Не забывайте подписываться на канал, не забывайте ставить лайки, заглядывайте в описание, смотрите аннотации, там есть видео на другие обзоры и не только телефонов, но и других гаджетов и вообще путевых заметок и тому подобное. А если вам понравилось видео, не забудьте пошарить его в социальных сетях среди своих друзей и тому подобное. И с вами был я, Игорь Шестидко. Всего хорошего, всем удачи, счастливо, пока.